Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Ренат Тынчеров, директор сети ресторанов японской кухни «Хэппи Суши». Ренат, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот расскажите, наверное, первонаперво, почему вообще вы решили начать свое дело? Всегда было интересно попробовать что-то свое, открыть что-то новое, так сказать, попробовать свои силы в этом. Также интересно тем, что сразу открывать большие перспективы, то есть уже это все развитие зависит только от тебя самого. Ну и, конечно же, это управление своим рабочим и личным временем, которое, к сожалению, все меньше и меньше становится. А вот почему именно эта сфера, почему именно суши? Самый вообще большой любитель японской кухни, то есть часто с друзьями заказывали на дом, на работу, когда раньше работал еще. Но впоследствии стали сталкиваться с такими проблемами, что долгая доставка была у людей, у фирм, кто этим занимался, качество сильно падало. Вот, в конце концов, это уже как-то, так сказать... Хотелось взять свои руки. Да, хотелось бы думать, а почему все открывают, а я бы думал, тоже-то открою и посмотрю, что из этого получится. Вот, так вот к этому и пришли, что открыли именно доставку Японского. К тому же любителей у нас в Рязани много достаточно. Сейчас всем друзьям говорю, что если бы знал, какие бы трудности, наверное, бы и не начал. Потому что, на самом деле, молодой предприниматель, который без опыта, без особого в этой сфере, ему достаточно приходится тяжело, потому что приходится вникать во все самому, во все сферы. То есть это и маркетинг, и реклама, и в рецептуру также приходится влазить и что-то корректировать. И по сайту, по интернету, по соцсетям, то есть во все приходится вникать и все приходится регулировать. Опять же, можно найти, конечно, исполнителя, который все это сделает, но даже перед любым исполнителем нужно поставить качественную задачу. К чему вообще, что я хочу видеть на выходе. И опять же, чтобы поставить задачу, необходимо в этом во всем хорошо разбираться. И когда даже все уже открыли, все мы зарегистрировали, была проблема, как о нас заявить в городе. Опять же, это большая проблема, потому что, к великому сожалению, оказалось, что достаточно мало таких специалистов в Рязани, которые услышат и сделают им то, что хочешь. Или советуют. Ну, конечно, с рекламой пришлось долго повозиться. И еще одна проблема, которую есть, наверное, очень многих, и многие, наверное, поймут меня, это персонал, подбор персонала. То есть, вот мы еще молодые, там, сколько, буквально полгода мы в Рязани работаем, уже, наверное, раз три полностью мы обновили полностью наши, это и поваров, и курьеров. То есть, работать тяжело людей заставить, чтобы они делали свою работу качественно, вот, выполняли, поэтому... А вот почему так? На самом деле, суши как бы уже давно, да, и в нашем городе все уже должны научиться давно их готовить, делать это хорошо, не халтурить. Ну, это, наверное, будет человеческий фактор. То есть, понимаете, вот у нас там смена идет рабочая, 12 часов. То есть, выстоять ее, отработать полностью хорошо, это не любой человек сможет. Хотя мы уже стали смену вводить и более лояльно даже к нашим сотрудникам относиться, поблажки делать, но все равно особо как-то не идет. Тяжело людям. А может быть, есть и такой человеческий фактор, как, ну, лень. То есть, во всем наносить природный лень, вот, и достаточно... А если человек не хочет, его достаточно трудно заставить что-то сделать. Ну, сейчас, вроде как, все устаканилось, и ребята хорошие, коллектив у нас достаточно крепкий. Вот, пока работаем в таком коллективе, какой есть. То есть, вот сейчас мы выяснили, что готовят суши у вас настоящие профессионалы, да? Да, у нас профессионалы. Мы из других ресторанов переманивали к себе. Пришлось, конечно, потрудиться над этим. Но сейчас уверен, как в коллективе на 100%, что качество будет соблюдено. Вот, всегда русский человек, вот, что ему хочется. Хочется, чтобы это было много и дешево. Еще быстро. Вот, и быстро. Мы всегда, вот, к этому у нас изначально была политика, что большие роллы, порции мы сделали. Где-то процентов на 30-40, они больше, чем у конкурентов. Вот. Потом на качестве ни разу не экономим. То есть, мы всегда выбираем только самые хорошие продукты, чтобы вкус, он не изменялся. Потому что, измени один ингредиент, и все, и вкус уже сразу будет другой у роллов. Вот. И, конечно, нам это ни к чему. И клиентов терять так же ни к чему. Ну, а второе, когда вы сказали, это скорость доставки. У нас вот есть негласное правило, ходит в коллективе, что доставка в любую точку города в течение часа. Как-нибудь вот кризис, отношения новые экономические с Россией сказываются? Да, несомненно, это все сказалось. Потому что все продукты, которые мы используем в своей деятельности, они все импортные. То есть, все ввозимые в Россию откуда-то. А продукты с прилавкой, они у нас не исчезли. А они просто изменили маршрут доставки в Россию. Цены их возросли. То есть, взять, к примеру, там, возросло абсолютно все. От риса и до морепродуктов. Там лосось подорожал процентов на 40. Это минимум даже, говорю, креветки подорожали. Даже взять тот же сахар, который, как бы, непонятно вообще, вроде у нас тут рядом под боком делается, но и тот подорожал на 80-90 процентов. Вот это, конечно, очень ощутимо сказалось. Но мы, конечно, немножко повысили цены на свои продукты, потому что это уже было нереально их сдерживать. И сейчас мы разрабатываем новое меню. Потому что знаем, что любителей суши и роллов много. Но если это будет дорогой продукт, это уже будет предметом роскоши. И мы стараемся все-таки быть ближе к народу. И сейчас вводим более дешевые позиции. Они более дешевые, но они не менее вкусные. То есть они уже там будут преобладать курица, бекон. Вот такие продукты, которые уже намного проще достать и которые неимпортируемые. Человек, зайдя на наш сайт, взять наш буклет, он увидит, сможет выбрать как дорогие роллы. То есть вот как вот тут мы видим, к примеру, с применением угря и лосося. Вот ваши достаточно дорогие продукты. Можно взять вот подешевле, где вот уже посыпка кунжута идет, а внутри курицы, какие-то овощи. То есть, пожалуйста, на выбор. Но, говорю, вкус от этого у нас не меняется. Так же вкусно. Отлично. Ренат, как привлекаете своих потенциальных покупателей, клиентов? Все-таки конкуренция, вот как ни крути, да? Но конкуренция, она, наверное, огромная. Да, конкуренция достаточно огромная. И мы, когда в эту сферу входили, мы это прекрасно все знали, что придется побороться на рынке за покупателей. Ну, основные методы, они всем известны, это телевидение, радио, газеты. Это основные методы. Также мы активно используем соцсети, используем интернет, делаем максимум рекламу. Группа у нас в соцсетях есть, где устраиваем периодически розыгрыши, сертификатов, акции там проходят. Также у нас есть выгодные акции для людей. То есть это в обеденные перерывы человек может сделать заказ, получить на весь заказ сумму, там, скидку 10%. То есть это достаточно выгодно получается. Именинники в свой день рождения также могут получить скидку 15% на заказ. Тоже это достаточно большая сумма получается. И также мы ввели еще бонусную программу. То есть с каждого заказа человеку начисляется определенное количество бонусов, которые впоследствии он может оплачивать, расплачиваться за свой заказ. Это достаточно удобно, и люди этим пользуются на ура. То есть чем больше заказов, тем больше бонусов, и достаточно выгодна получается последующая покупка. Ну и, конечно, не могу не спросить про перспективы развития. Ой, да перспектив у нас полно. Ну какие перспективы? Во-первых, это будем расширяться. То есть мы стараемся быть ближе к каждому человеку в городе. А что быть каждому человеку? Как минимум мы должны быть в каждом районе города. Несмотря на то, что у нас город вроде как и небольшой, такой достаточно, но все равно бывают проблемы, что и доставка бывает долго. Поэтому у нас сейчас задача номер один стоит, это быть в каждом районе города. Сейчас, кстати, в каком районе? Сейчас мы находимся в центре, на улице Грибоедова. Следующий у нас прогнозируемый, это мы в Канищево планируем открываться. Я думаю, это не за горами уже. И также это расширение меню. То есть сделать его более широким, более интересным для людей. Это и пиццу. Причем пиццу уже у нас, в принципе, есть. Но сейчас она все-таки на грани восстановления. Ну, скоро уже мы сможем большой выбор предложить. Ну и по другим кухням также пройдемся и тоже свое меню будем включать. В общем, не дадите умереть нам с голода. Нет, нет. От голода не придется умирать. Ну что ж, спасибо вам огромное. Нашим удачи. Да, вот и готовьте всегда нам вкусно. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Ренат Тынчеров, директор сети ресторанов японской кухни «Хэппи Суши». Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин